Итак, здорово, ребята! Мы продолжаем с вами путешествие по Европе на старой Шкоде Фабиа такси на газу. И, короче, в прошлых видео мы с вами отдыхали в Хорватии, до этого мы отдыхали в Вене. Посмотрите эти видео, они очень интересные, если вам захочется тоже сделать такое увлекательное путешествие. И сейчас мы выехали с вами из Хорватии по прекраснейшим автобанам и горным дорогам, так что приятного вам просмотра. Так, ну что, 300 километров с Хорватии до Венгрии уже проглотил, машина остановилась в таких горах прекрасных, видите, заправочка, кушаю, там какой-то замок. 180 километров в час машина держит на ура. Немножко, конечно, зимнюю резину 19-го года жирать, это единственная проблема, которая тут есть. Пока что, тьфу-тьфу-тьфу, вопросов нет. В горах 10 литров на 100 километров, при скорости 160 нормально, я считаю. Так что едем дальше. Все на месте, даже шашка. Я рад, что такая машина может водить вот так вот вокруг света. Ребята, вы спрашиваете меня, как устроиться в такси, под какого партнера пойти. Я в Польше уже год. И я видел очень много партнеров, которые разваливались, легальных партнеров, нелегальных. И вот, что я могу сказать. Сейчас польские власти легализируют сферу такси полностью, от и до. И будет очень большой ошибкой, если вы будете работать под нелегальным партнером. Или серым партнером, который работает не полностью легально. Я же могу вам рекомендовать только единственного партнера, в котором я полностью уверен, это Drive Club. Потому, что они предлагают работать не только по умове излицения, то есть вы будете платить официальные налоги, а умове операции. То есть вы будете легально трудоустроены, как на обычной работе, и работать в такси, и максимально легально себя обезопасить от налоговой, от сразу граничного и от других органов, которые будут вас проверять. А вы можете попасть на такую проверку. Также легальная работа в Drive Club даст вам возможность сделать официальное польское ВНЖ для вас и вашей семьи. Все документы, которые вы будете делать, подаются в Ужонты бесплатно. Вам не надо ничего платить. Вы можете также выбрать удобный для себя уровень сотрудничества. И также разрабатывается система ежедневных выплат, для того, чтобы вы получали деньги на свою карту каждый день. Также в Drive Club большой автопарк гибридных автомобилей, где вы сможете подобрать себе автомобиль для работы без первоначального платежа, то есть без кауцы, на лучших условиях. Drive Club это самый лучший и надежный легальный партнер в мире такси в Варшаве. Ссылочки в описании. Уже на территории Венгрии. Тут газа нету, но есть туалет. Это самое главное. Блядь, что за деньги? Форинг-то какие-то хуйня. Короче, чуваки, мы присутствуем с вами не на луже, не на море, а на крупнейшем в Европе озере. Оно называется Болотон, Венгрия. Его площадь 500 квадратных километров. И то, что это озеро, это как бы, это то, что нас уже просто заебали комары. Спасибо большое нашей Шкоде, что она сегодня нас довезла. Нас уже всех, блядь, покусали просто. Смотрите, как красиво. Ой, хорошо. О, наконец-то, 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 то, что я хотел. У интенсивности вчерашние дороги могут свидетельствовать вот это большое количество трупов, которое появилось на этой прекрасной машине. Царство вам небесное, но мы остановились 6 километров от центра Будапешта, в этом старом 4-звездочном отеле. Конечно же, я не поеду сейчас гулять по городу на этой машине, потому что тут, сука, такие же проблемы в будние дни с парковкой, как и во всех городах. Парковка стоит 2 доллара в час, ее найти очень сложно, а если ты даже ее и найдешь, то там есть проблемы с оплатой, короче, всякое такое. Я проще вызову болт и поеду гулять на болте. А что по поводу машины? Вот, знаете, есть такие люди, которые говорят, что я в свою машину только лишь омывать, заливаю. Я думал, что это сказки, но оказалось, что это совершенно, может быть, былью, потому что в эту машину действительно я заливаю только омывайку. Все с ней хорошо. Она вчера в 6 или 7 часов ехала на уровне 4,5 тысяч оборотов, в соседней скорости 160 километров в час. Ребята, не каждая машина может такое выдержать, и я вам хочу сказать, что я преклоняюсь. Это Шкода святая. Красота. И самое главное, едет на газу. Я в Будапеште уже не знаю. И для человека, который тут никогда не был и вообще никогда не слышал, что сюда вообще ездят люди, скажу вам однозначно, что рекомендую это место для летнего посещения проезда. Все-таки культурное наследие Австро-Венгерской империи может заставить вашу челюсть непроизвольно падать вниз. Столица Порно. Свободный город, разделенный на половину Дунаем, создает свой особый шар. Это баня с лечебными источниками минеральными. Вообще, венгры, утратившие большую часть своих территорий после раздела Австро-Венгерской империи, после поражения в Первой мировой войне, мне кажется, до сих пор обижена на весь остальной мир. Конечно, после Австрии или Германии тут чувствуется, что уровень жизни хуже. Однако и цены поменьше. Обшарпанность некоторых культурных зданий и несовершенство дорог напоминает, скорее всего, Питер. Хочу предоставить вашему вниманию самое красивое кафе в мире, где был даже сам Далай-Лама. Это Нью-Йорк кафе. Вы только обратите внимание, какая это, сука, красота. Просто красивее место я, если честно, не видел. Там очень круто. Там очень круто, и мы, возможно, сегодня с вами туда ходим. Если, конечно, не одолжать денег. Ну и кроме Будапешта и Венгрии, я не знаю, куда еще можно съесть. Ведь, в отличие от той же самой Польши, страна выглядит немножко недоразвитой. Вот представьте, я ехал по трассе и мог на протяжении 150 километров встретить всего лишь навсего одну-две заправки. В отличие от Польши, в которой их миллиард. Притом, в Польше дороги интерстоиты зачастую отличного качества. А тут нужно покупать виньетку за 13 или 18 евро, уже не помню. И смысла в ней особо нет. Вон стоит две красавицы. Желтенькая и синенькая. Синенькая уже проехала за этот трип 2000 километров. Все должно сделать больше тысячи. Вот по поводу желтенькой я не уверен, конечно. А это вообще мусор, блядь. Нихуя не доедет никуда. Мы присутствуем на улице Андраши. Это улица с самыми старыми в Будапеште зданиями Австро-Венгерской империи. И тут находится большинство посольств. Типа такого. И тут еще по совместительству одна из бесплатных парковок вообще в Будапеште. Потому что в Будапеште, несмотря на то, что это, возможно, не такой сильно туристический город, Но тут какая-то просто дичь с этими парковками. Они стоят необоснованно дорого. Дороже, чем в Праге. И где-то даже дороже, чем в Вене. Это удивительно. И сегодня мы тут припарковали наш чудо-автомобиль, который пока ни разу не сломался. Это удивительно. Здание этой оперы строилось 80 лет. Ребятки. Чтобы вы понимали, 80 лет с 1812 года по 1890 в самые лучшие времена Австро-Венгерской империи. Нью-Йорк кафе. Это очень старое кафе. Когда-то молодой владелец открыл его, взял ключи и выкинул в Дунай для того, чтобы это кафе никогда не закрывалось. Работало днем и ночью. И прямо сейчас мы пойдем туда и зайдем. И меня путят в этих трусах, как вы думаете. Вау. Офигеть. Полная посадка. Полная посадка. И какой-то Бабалай еще сидит. Я встречаю львенка. Я сразу его встречаю именно в этом направлении. Он выходит из завода. Мы находимся возле здания главного центрального парламента. Это здание очень красивое. Больше мне нечего добавить. Но тут, к сожалению, нельзя купаться в фонтанах. Мы с вами присутствуем на горе. Это называется рыбацкий бастион. Почему именно это рыбацкий, никто уже давно не помнит. Наверное, тут ловили рыбу и продавали ее, меняли на женщин. Знаете, я посчитал, за этот год я посетил 9 стран. Так как я уже на опыте, хочу сказать, что не каждая страна может зайти сразу. В некоторые страны для того, чтобы сложить положительное, позитивное впечатление, нужно приехать во второй или в третий раз. Также еще важно компания. Если компания хорошая, в принципе, понравится любая страна. И у меня оставалось еще немножко времени. Я полазил по городу и отправился обратно в путь. Выехав из Венгрии, мы проезжаем с вами Словакию. Я помню, что один из моих учителей по-английскому, родом из Халифорнии, живет как раз-таки в Братиславе. И мне почему-то захотелось просто ночью заехать и посмотреть, что это за город. Ведь я про него абсолютно никогда не слышал. И вот, что я там увидел. Так, а сейчас мы, ребятки, в Братиславе. В город, в который ты въезжаешь, и ты просто не понимаешь, где вообще тут люди отдыхают, и где вообще тут можно тусоваться. В тот город, в который вообще люди предпочитают как бы не заезжать вообще. Потому что это город ни о чем. Сколько много алкоголиков на душе населения, употребляющих системный яд. В натуре это такой город, где проще, ребята, просто спиться нам. Достаточно проехаться просто и понять. Что нам говорят эти прекрасные стекляшки? Победа словацкого народа над, я не знаю чем, стахановцы, социализм. Короче, все как надо. Поднятие целины, вообще чешский флаг. А, это же типа Чехословакия, правильно я понимаю? А, ну все. Вот вам, Братислава, город ни о чем. Город Славы ни о чем. Приезжайте, я даже изначально, блядь, не понял, где тут надо вообще тусоваться. Тут нет ничего, кроме вот этой улицы и обычно провинциальный город. Единственное, что тут есть, это, конечно же, горы. Горы! Вот. А все остальное тут нету. И куча алкошей. Так что смотреть нечего, погнали дальше. Блядь, уже начинает светать. Еще 600 километров, я уже в Кракове. Сука, тут не 30 градусов, тут уже 17. Всегда, когда я въезжаю в Краков, идет дождь. О, все, я уже в Польше, в Кракове. Машинка ехала под проливным дождем, полностью вымылась. И шашка даже не слетела. Блядь, ну как я заебался, это просто пиздец. Это вам не передать. Короче, первый раз встречаю, чтобы окна в отеле открывались именно так. Еще какая-то дичь, смотрите, какие окна. Четыре или пять метров наверх панорамный. Вон, смотрите. Нет, давай вниз. Зачем это сделано, блядь, я не понимаю. Видимо, это раньше был публичный дом, его просто в отель переделали. На следующий день, спустя тысячи километров пути и хорошо отоспавшись, я пошел прогуляться по городу. Отдых для меня был очень важен, потому что нужно было морально и физически подготовиться к походу в горы. А именно то, о чем я мечтал, походу в горы, в Татар. Короче, ребят, уже в Кракове. Смотрите, как красиво. Краков это столица бывшей речи Косполитой. Не Варшава, а Краков был. Это сильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok В общем остановился на польском тракстапе Смотрите, тут стоят фуры, тут отель, мотель, тут место, где можно покушать Вот тут туалет, довольно-таки неплохой Вот, и бистро Вот так выглядит польское место для отдыха Сейчас поедем покорять вот эти горы Ребята, мы из Польши опять въезжаем в Словакию, делаем круг и опять заезжаем в Польшу Закопаны И мы сейчас только что пересекли границу, покажите И вот это есть граница, этим мне нравится Европа Потому что граница это просто начерченная на карте линия, которую нужно пересекать хоть сколько угодно И никаких очередей, ничего И поэтому погнали путешествовать, смотрите как тут красиво А вот это, как вы понимаете, граница опять, переезжаем в двух государств Словакия и Польша, там Польша, тут уже Словакия Смотрите, как выглядит эта граница Она разделяется горной рекой и мостом Посмотрите, какая прозрачная, классная вода Тут, какие красивые горы За 15 минут два раза я пересел границу, такого я еще не делал в своей жизни никогда Ребята, всем привет, меня зовут Влад Шериф И возможно вы уже меня видели на канале Олесе И возможно вы уже знаете, что я занимаюсь тем, что помогаю трудоустроиться в такси с нуля С поиском жилья, поиска автомобиля, сбором всех документов для лицензирования И если вы хотите себя попробовать в этой сфере Хотите приехать и начать работать в такси Либо уже находитесь здесь и хотите начать работать в такси То специально для подписчиков Олеся мы приготовили вам подарок По ссылочке в описании скидку 10% на любую из моих услуг Переходите, пишите, буду рад вам помочь В кратчайшие сроки сесть за руль и начать зарабатывать деньги До встречи Смотрите, как лавина прошла Вот так она прошла И туда ушла Если деревья повалило, то человек тут ясно, что особо не выживет, конечно Вот на таких машинах ездят спасатели Defender И электрическая Skoda 1400 метров над уровнем моря Хочу вам кое-что показать Вы только гляньте Это называется морское око Это озеро Окруженное горами Сука Вы только гляньте, как это офигенно Вы только гляньте 1400 метров нужно подниматься на конях Либо подниматься пешком Короче, видите, люди тут кушают Мне кажется, это самый красивый вид Самый красивый ресторан Вообще, с самым лучшим видом И вот эта апельсинка Будет самая вкусная именно тут В общем, ребята Изрядно погуляв Замерзнув, промокнув И проголодавшись Мы поехали в польские закопаны Это прекрасный город Который я вам лично рекомендую Ездить как и летом, так и зимой Потому что каждую пару года Он обладает своим шармом Ну, это, ребята, мне кажется Уже все Какая все-таки универсал классная тачка Смотрите, смотрите Залазит Еще куча места остается Еще сзади место Еще колесо стоит Там внутри колеса И тут еще куча места И тут куча места Имеет смысл А Октавия Это вообще пиздец А Суперб Это вообще, наверное, корабль Короче, как вы поняли Я в своей родной Варшаве В общем, я сразу приехал Включил заказ Сразу поехал на работу На эту поездку Я потратил Четыре тысячи долларов Включая то, что у меня разбился Телефон прямо перед поездкой И пришлось его покупать В общем, ребята Спасибо, что такси кормит Можно себе позволить Такие поездки Поэтому все ссылочки На партнеров моих Которые позволяют зарабатывать В такси в Варшаве Я оставлю в описании Обращайтесь Не могу сказать, что работа Будет простая Но, тем не менее Это лучше, чем у меня было на родине И тем более Можно Европу посмотреть Если вам интересно Пожалуйста, подписывайтесь Оценивайтесь Ставьте лайки Плава Богу С машиной Вообще Никаких проблем Никаких проблем Только единственное Нужно поменять колодки В общем, очень много дел Еще по машине будет Я вам еще много чего Интересного скажу Ой, блядь Как хочется спать И не забывайте Что вы также можете помочь Моему каналу У кого есть желание Потому что я не оказываюсь От своей американской мечты Возможно, я туда попаду Немножко попозже Поэтому собираю на билет Все ссылки на донаты И на криптокошельки Кто хочет Тоже оставлю в описании И каждого донатера Буду зачитывать Лично Спасибо большое Я подустал, если честно Еще плюс на работу Выехал В общем Потихонечку буду приходить Сюда Всем спасибо И пока Ребята, всем привет Меня зовут Влад Шериф И возможно Вы уже меня видели На канале Олеси И возможно Вы уже знаете Что я занимаюсь тем Что помогаю Трудоустроиться в такси С нуля С поиском жилья Поиск автомобиля Сбором всех документов Для лицензирования И если вы хотите Себя попробовать В этой сфере Хотите приехать И начать работать в такси Либо уже находитесь здесь И хотите начать работать в такси То специально Для подписчиков Олеся Мы приготовили вам подарок По ссылочке в описании Скидку 10% На любую Из моих услуг Переходите Пишите Буду рад вам помочь В кратчайшие сроки Сесть за руль И начать зарабатывать деньги До встречи